всем привет спасибо что зашли ко мне в гости и в сегодняшнем видео я хочу вам рассказать и показать своих парфюмерных монстриков то есть те парфюмы которые по моему мнению являются монстрами по стойкости и монстрами по шлейфовости причем некоторые из них более шлейфовые некоторые из-за парфюмов более стойкие но это все на мое личное восприятие к тому же мы с вами знаем что если более двух либо трех дней поносите какой-то один парфюм даже самые стойкие даже самые шлейфовые то нам самим начинает казаться что аромат уже не столь стойкий потому что наши обонятельные рецепторы приспосабливаются к сильному запаху и практически перестают его ощущать тогда как все окружающие от вас слышат его отлично поэтому существует культура нанесения ароматов и конечно же самое главное даже самым нежным ароматом не перебарщивать а еще лучше каждый день менять парфюмы тогда и вы сами будете лучше слышать тот или иной аромат и открывать в нем все новые и новые грани и так а мы с вами начинаем это видео и как говорится поехали у меня тут и люксовая и нишевая парфюмерия но хочу начать я именно с люкса я думаю что никто не будет отрицать что все ароматы от бренда lancome практически все особенно из их люксовые линейки обладают просто невероятной стойкостью и шлейфом сейчас в своих руках я держу маленький флакончик вот такой вот чудесный тридцаточки новинки 2020 года nude lancome нюдовый аромат посмотрите здесь какой красивый персиковый телесный флакон и можно было бы подумать что запах будет слабый шлейф будет слабый но в этом маленьком бриллиантике по моему мнению сочетается все самое лучшее парфюмерии все самые лучшие качества этот аромат очень стойкий и очень шлейфовый и несмотря на наличие кокоса в его составе нотки кокоса которая удешевляет некоторые особенно очень бюджетные парфюмы это парфюмерная композиция звучит очень дорого и очень богато это кремовый аромата кремовый с более доминирующие фирменные ноты розы чем нот кокоса кокос здесь он знаете вот такой абсолютно даже можно сказать и не летний хотя и летом этот аромат а можно носить с удовольствием но это не какая-то там найти даже по названию нют разбавленная водичка нет это очень серьезный качественный парфюма стойкость которого на мне именно на коже буквально до душа и даже после души этот аромат еще слышен и к тому же просто феноменальный шлейф который распространяется в радиусе мне кажется 5 метров а если вы идете по улице то наверно в радиусе полукилометра от вас эти вот ароматные молекулы будут слышны другим прохожим людям вот такой замечательный флакончик многие его просили на поделилочки но естественно тридцаткой я делиться не могу но на официальном сайте lancome я заказала пятьдесяточку к сожалению максимальный объем данные парфюмерной композиции lancome нют всего лишь 50 миллилитров но вот заказала если кто захочет пожалуйста да вот жду когда приедет с официального сайта lancome такая вот прелесть а пока с удовольствием пользуюсь сама вот видите сколько я уже использовала этому аромату я невероятно рада и так вот любой трезор ну и да вот этот и флагман и фланкеры какой ни возьми все они обладают огромной диффузностью и просто каким-то невероятно летучим шлейфом мне кажется что шлейфы аромата фланком практически сравнимые с гипер шлейфами бренда шанель и вот здесь вот я держу туалетную воду которую к сожалению сняли с производства lancome лянуи туалетная вода и несмотря на то что аромата форме туалетной воды в концентрации туалетной воды он обладает просто великолепнейшей стойкостью и опять же километровым шлейфом и мега комплиментарностью также у меня был флагман парфюмерная вода но он был настолько стойкий и настолько шлейфовый что просто знаете ну вот действительно умри все живое по-другому и не сказать комплименты получала я бесчисленные но от парфюмерной воды сама устала и поэтому приобрела более нежную версию в туалетной воде но при этом туалетная вода помимо стойкости оказалась даже более шлейфовый хотя не столь густой и насыщенный чем именно флагман парфюмерная вода трезор лянуи флакончики конечно просто великолепный ну и рассказывая про бренд lancome просто невозможно не упомянуть полу про прекрасную жизнь ля ви эбель от бренда lancome у меня вот здесь видите 20 миллилитров это был какой-то лимитированный выпуск который я приобретала по моему в эль-де-бате и попользовалась я им вот совсем немножечко но этот аромат хорошего настроения радости я его использую в основном дома именно для создания хорошего настроения пахнет он той же самый дан жженый сахарной ватой но запах этот настолько прекрасно парфюмерный и благодаря наличию пудрового ириса вот именно пудровый что он восхищает всех окружающих и вот мы с вами когда гуляем по улице вот вы мне расскажите какие шлейфы вы можете идентифицировать и слышать я например да вот у меня этого аромата нету и иван туды и очень шлейфовые гипер мега стойкий аромат просто тоже он чемпион по шлейфовости просто вот этого аромата от иван у меня сейчас нет постоянно ловлю шлейфы лави эбель от lancome трезоров тоже индекс идентифицирую шлейфы как раз по вот такому вот сочному ягодному малиновому звучанию а в лави эбель характерное звучание сахарной ваты и пудрового ириса и конечно же очень часто мы с вами ловим на улице где-то да в магазинах ароматы от бренда шанель но особо из них выделяется по узнаваемости и невероятной красоте это конечно шанель коко мудмазель у меня здесь туалетная вода потому что вот эта концентрация мне больше нравится поскольку она немножечко послаще и менее колкой тема парфюмированная вода вот и вот этот аромата не столько чемпиона по так у меня так много приходит сообщений ладно да сниму видео и буду отвечать этот аромат шанель коко мудмазель что туалетная вода что парфюмерная вода он не столько чемпион по стойкости сколько чемпион по шлейфу это именно по моему наблюдению а выражается это в том что с момента распыления данной парфюмерной композиции шлейф ее заполняет буквально все помещение и все пространство какой бы она большое не было вот действительно и люди улавливают и очень часто интересуются что за аромат ну да я не шучу потому что ну не все же до парфюм маньяки не все могут идентифицировать и отличать один запах от другого но факт кроется в том что шанель ароматы шанель именно коко мадемуазель в любой концентрации очень нравится окружающим и особенно мужчинам из ароматов шанель коко я еще жду целую соточку потому что я соскучилась и чтобы с вами поделиться шанель коко нуар этот аромат у меня было несколько лет назад в объеме 50 миллилитров и я по нему очень соскучилась помню что она коко нуар я тоже получала бесчетное количество комплиментов он тоже шлейфовый он такой вот очень густой при этом красивый и элегантный парфюм ну и давайте еще последнюю шанель к вам покажу а шанель шансики у меня здесь туалетная вода шанель шанс которая мне нравится гораздо больше чем парфюмированы и опять же туалетная вода она намного более диффузная намного более шлейфовая она по своей сути чем-то похожа на аромат шанель коко мадемуазель столько здесь не столько сладости и она немножко знаете как-то посовременнее другие шанель ки например о фреш шансы и thunder и вив на мне не такие стойкие шлейф вы как именно классический шанель шанс парфюмированная вода у меня тоже было и я помню что она меня вот утомила своей стойкостью и шлейфом а шлейф здесь просто грандиозный вот такой вот монстрик и причем объем флакона здесь посмотрите какой большой двигаемся дальше да из-за парфюмерных новинок которые я открыла для себя и опять же по советам блогеров это посмотреть какой великолепный флакон это обновленная линейка от бренда луэва наконец-то они стали выпускать что-то путное и флакона просто здесь великолепные это аромат аура pink магнолия про который я узнала из отзывов блогеров а именно они купер и так она восторженно описывала этот аромат как знаете клубничный смузи с горчинкой магнолии что я его приобрела даже вслепую и нисколько об этом не пожалела знаете стойкость и шлейф этой парфюмерной композиции действительно может сравниться только с стойкостью и шлейфом ароматов шанель причем шлейф до сравним но стойкость здесь даже превышает несмотря на то что это знаете такая девичья веселая фруктово-цветочная парфюмерная композиция но конечно же диффузность аромата и стойкость она зашкаливает поэтому если вы еще не знакомы и ищите мне какой-то стойкости и шлейфа в парфюмерных композициях то обратите внимание на вот этот парфюм и вы точно не будете разочарованы например когда я делаю для вас отливантики если я начинаю отпшикивать лоева аура пинк магнолия да то вот буквально один пшик он если немножечко капли попадают мимо атомайзера то будет за перебиты всем даже большинство ну точно все люксовые парфюмерной композиции вот такая вот он новинка замечательная очень красивый такой вот аромат знаете который подойдет под любое настроение под любой случай но мне кажется что он больше такой праздничный он не торжественный да но он создает ощущением праздника для окружающих и для самой себя о своим великолепнейшим звучанием так что у меня тут еще из люкса осталось вот хочу вам показать туалетную воду линтерди от живанши сейчас зимой мы конечно с вами используем а версию интенс но знаете шлейф а именно шлейф вот такой вот прекрасный земляничный намного больше у версии туалетной воды парфюмерная вода линтердит меня придушила я ее носить не могла а своей земляникой а в туалетной воде линтерди земляника такая воздушная вкусная кисло-сладкая и опять же шлейфу этого аромата наверное радиусе пол километра будет оставаться если вы прошли будет вот эти молекулы парфюмерные будут ощущаться всеми окружающими и стойкость несмотря на то что это туалетная вода стойкость этой парфюмерной композиции просто феноменальная он также держится до принятия душа а с волос его еще и тяжело смыть но аромат очень свежий он гипер свежий гипер шлейфовый и очень и очень красивый именно вот туалетная вода покорила мое сердце для весны и сейчас нужно его поносить на версии интенс которая немного более приглушенная за счет более густых нот которые входят в ее состав на стойкость конечно же у них одинаковая но шлейф все-таки в отличие от версии интенс и звонкость что немаловажно у туалетной воды линтердит мне кажется а в разы больше вот еще такой аромата от бренда маг парфюмерная композиция называется вельве тэдди этот аромат вообще понимаете он какой-то несмываемый вообще марка маг специализируется на выпуске дорогостоящей профессиональной косметики но также выпускает парфюмы многие из которых являются как это сейчас принято похожими на другие знаменитые парфюмы и но это не клоны естественно это в одном ключе и вот аромат маг вельве тэдди похож не только для меня но и для абсолютного большинства на тома ford табак ваниль только мне кажется по сравнению с современными выпусками тома ford табака ваниль этот аромат более стойкий еще более шлейфовый при этом что немаловажно он еще и более женственный это такая знаете табачная ваниль причем она мощнейшая вот я сейчас понюхаю колпачок и в носу мне еще долго будет стоять этот шикарный ваниль на табачный шлейф но вот знаете больше одного пшика даже я делать этой парфюмерной композиции не могу потому что но это просто она меня задушит своей табачностью своей ванильностью очень красивый аромат если вы не знакомы то рекомендую познакомиться если вы любите том ford табак ваниль вы будете очень приятно удивлены и мне кажется что у маг даже как-то действительно лучше получилось но конечно мы с вами знаем что первый источник он всегда лучше то есть том ford табак ваниль но в последнее время у меня там еловые иголочки лежат последнее время табак ваниль а стал более сухо табачным каким-то да но возможно вы выпуски им просто настояться надо тогда как у меня табак ваниль от ума ford из старых выпусков он знаете какой-то более такой фруктовый там даже можно оттенки вишни чернослива прослушать и более ванильный сейчас вот какой-то сухой и он больше почему-то знаете похож на мужской парфюм чем на женский даже парфюм для мужчин и для женщин ой а мы с вами пропустили еще один аромат от бренда lancome это моя новиночка и новинка 2020 года lancome и доль в концентрации интенс давайте вот так вот здесь посмотрим что тут написано этот аромат он на очень интересный и сначала он может не всем понравится потому что обладает определенной долей классичности но аромата lancome они в большинстве своем все такие взрослые парфюмы но звучит он очень долго шлейф у него просто великолепный этот аромат олицетворяя это в своем флаконе да все в одном и гиперстойкость а которая гиперстойкость это те ароматы которые ощущаются например мною после душа еще с принятием мующих средств и после того как я намазала себя каким-нибудь пусть даже ароматизированным кремом для тела дорогие вот у меня армане си не все равно через него и через них через эти крема будет пробиваться аромат того парфюма который вы нанесли в это для меня это гиперстойкий ароматы и если я нанесла гиперстойкий аромат на волосы то даже после мытья вот забыла уже о чем рассказывала потому что память снимающего устройства заполнилась в общем да гипермега стойкий аромат шикарнейшим дорогим богатом шлейфом аланком идол интенс в отличие от флагмана веселенького свеженького грушевого фруктового тоже очень стойкого и шлейфового весеннего и летнего а версия интенс мне кажется не очень подойдет а для молодых девушек и оценят его потребители возрасте мне кажется 25 и старше лет очень такая классическая при этом современная парфюмерная композиция знаете такая классика на современный лад и для офиса этот аромат будет великолепный так и единственное что флакон конечно не стоит это его огромный минус но что поделаешь да так сейчас мы попробуем его вот здесь вот как нибудь красиво уложить самое главное чтобы он не упал не разбился смотрите какие у него до бачка симпатичные так что у нас тут остается гипермега стойкой шлейфовая ниша вопреки бытующему мнению не вся нишевая парфюмерия является гипер стойкой и гипер шлейфовый многие из ароматов до обладают довольно таки средней стойкостью нишевых либо хорошей стойкостью но слабоватым шлейфом я тут достала то на что у меня взглянула взглянула рука до потянулась рука вот и в этот раз про мантальки которые у меня стоят на отдельной полочке а я не забыла хочу хотя аромат и манталь все сами по себе являются эталонами стойкости и шлейфа но почему-то мне особенно хочется выделить вот эту парфюмерную композицию тоже новинку по моему 2020 года сын шел инстинкт тоже а я его использую буквально намазом на себя буквально намазом потому что если сделать один пшик это опять будет состояние вот такой вот знаете умри все живой он настолько диффузный настолько шлейфовый настолько стойкие что требует к себе очень аккуратного отношения и конечно же когда вы его используете нужно думать не только о себе но и окружающих и так этот аромата он чем-то схож с парфюмом бакара rouge особенно экстракт de parfum а здесь можно слышать все те же петушки на палочке также сюда добавлена нотка кофе и клубники то есть да это что-то так и клубнично-кофейная бакара и аромат при этом обладает точно такой же стойкостью и шлейфом как творение на знаменитая франсиско ркджана вот поэтому если вы поклонник стойкости шлейфовости обратите внимание на эту парфюмерную композицию тем более что в ней не очень прослушивается фирменный манталевский мускус кисло-сладкий очень современный очень красиво играющий и раскрывающийся аромат один из моих любимчиков но стойкость у него конечно со шлейфом запредельные и аромат который собирает комплименты так давайте теперь пройдемся по любимому нашему бренду от тар коллекшин я уже вам рассказывала что собрала практически все ароматы от этой марки которые я хотела видеть у себя в коллекции но особенно хочу отметить а по гипер шлейфу и гипер стойкости два произведения этого бренда 1 это конечно королева шиба д queen of шиба этот аромат который напоминает не только мне а многим знаменитую good girl gone bad от бренда killian но ароматы killian стоит несравнимо более дороже чем та же нишевая марка от our collection причем ароматы в соточки и потестировать парфюмерной композиции этого бренда вы можете спокойно библиотеке ароматов магазина летуаль это очень фруктовая позитивная красивая такая персиково-сливочная парфюмерная композиция с капелькой табачка все так красиво выверено и queen of шиба этот аромат мне нравится гораздо больше чем девочка от killian девочка от killian у меня была она конечно более стойкой шлейфовая чем queen of шиба но этим она меня от себя и отвернула девочку я не смогла использовать я продала она мне просто надоел возможно я чрезмерно пользовался этим ароматом и нужно было знаете делать один пшик но я делала два-три пшика в общем и девочка killian даже не смогла забить мои рецепторы также в принципе как и queen of шиба от our collection если я ее нашу более трех дней она мне также не забивает рецепторы потому что это очень мощный аромат замечательный шлейф от него километром стойкость у него просто не смываем и на вещах он будет ощутим даже если вы три раза постираете вещи стиральной машинки с кондиционером все равно аромат этой великолепной парфюмерной композиции будет вами улавливаться я его обожаю но использую чрезвычайно экономно ну буквально знаете полупшиком особенно если под волосы это это будет вообще достаточно на одежде вот уговорю вот если вы распылили этот аромат куда-то на одежду то пока вы его не постираете он будет вам забирал забивать все остальные парфюмы поэтому по праву я его отношу к своим любимым одним из своих любимых монстриков по стойку и шлейфовости но есть еще аромата тоже с очень выраженными характеристиками про которые я вам рассказала это озора от отар collection аромат очень приятный он звонкий позитивный такой знаете вот такой вот фруктовый здесь по моему содержится нота личи и похож он создан он в ключе и по мотивам парфюмерной композиции но это как мне только кажется экс неила знаменитый цветок но в цветке экс не его я чувствовала бензиновые ноты поэтому его продала озора собрана мне кажется лучше и более приближена к человеку к восприятию до человеческому какому-то не извращенному поэтому именно зоро это тот аромат который нравится практически все но которые нужно использовать также с большой осторожностью потому что шлейф у него километровой и стойкость опять же точно такая же как и у королевы ше бы поэтому пользоваться им нужно аккуратно чтобы он и вам самим не надоел и чтобы знаете не обидеть никого из окружающих не знаю даже куда его вот тут поставить еще главное чтобы у меня тут ничего и не упала а крышечка отражает поэтому мы ее положим на место также на наравне с ароматами манталь чемпионами по стойкости и шлейфовости вообще в парфюмерии считается бренды mansera у меня от mansera сейчас только два аромата которыми я также делюсь а мускусные цветочки которые похожи на dior на мисс dior шире такой клубнично цветочный очень приятный аромат но вот именно musk of flowers который также является снятостью на сегодняшний день он для меня не кажется чемпионским и монстриком да по шлейфу и стойкости а вот это парфюмерная композиция ваниль эксклюзив смотрите замечательной магнитной крышечкой по праву мной оценена как вот такой вот замечательный монстрик по шлейфу и стойкости да этот аромат очень красивый он на про персиковые кремовые цветы ванили то есть какой-то персики в ванильном креме возможно мороженое аромат кисло-сладкий очень громкий очень шлейфовый и очень стойкий при этом достаточно мягкие и собирает большое количество комплиментов что говорит о его просто великолепной стойкости он очень вкусный вы знаете вот прямо чувствуешь его с крышечки и носа абсолютно не хочется отрывать вот такой да возможно я познакомлюсь еще с какими-то ароматами от бренда mansera пока не выбрала с каким вот пока у меня рука не поднимается покупать не один из ароматов mansera вот выбирала я те которые мне понравились по описаниям и по отзывам и абсолютно не прогадала больше про матных пирамидах по ароматным пирамидам я для себя ничего в этой марке присмотреть не могу так давай вот сюда да все не умещается в кадр так а хотя вот если мы с вами интересно а это крышечка упала ничего страшного так давайте немножечко подвинем камеру так и тогда все вот эти собрание собрание монстриков можно будет красиво уместить чтобы было их очень хорошо видно кстати рассказывайте пожалуйста и мне мне про свои самые стойкие и самые шлейфовые ароматы мне будет очень интересно потому что хоть я и являюсь найти таким яром парфюмолюбителем но естественно все в парфюмерном мире объять нельзя все скупить нельзя покупаю я только то самое лучшее что меня заинтересовало вот я вам и показываю вот эти ароматы самые любимые которые мне покорили мое сердце и при покупке попали знаете прямо в цель прямо в точку и каждом каждый из этих парфюмерных композиций я очень при очень довольна ну давайте завершим общепринятым ароматом разовершим мой рассказ общепринятом ароматом чемпионом по стойкости и шлейфу это конечно же кирки знаменитая от тициана терренс и немножко у меня запылилась тоже этой парфюмерной композиции я пользуюсь большой осторожностью хотя она мне очень нравится это просто великолепнейшая фруктовая корзинка с таким пушистым немножко терпковатым тициана терренсов с кема мускусом нравится этот аромат мне просто он божественный опять же нужно его дозировать очень умело использовать чуть ли не намазом он сверх стойкий и гипер шлейфовый собирает комплименты дорогой парфюм и я думаю что все отзывы какие-то негативные о подделках коек сейчас на рынке парфюмерии просто несметное количество я этот аромат например покупала в интернет-магазин ревгош и до этого у меня был старая версия была еще без вот таких вот красивых орнаментов на шейке распылителя и они пахнут практически одинаково новой кирки только немножечко посвежее ну чуточку его как-то перебрали сделали тоже более носибельном но тем не менее это одна из самых стойких красивых комплементарных парфюмерных композиций конечно же при ее правильном использовании здесь там о трех пшиках и речи не может быть ну один пшик это самое большое да и аромат будет оставаться с вами пока вы не примете душ а либо не постираете одежду а спасибо друзья что посмотрели это видео надеюсь она вам понравилось жду вас в комментариях пока пока всех целую и до скорых новых встреч конечно же еще увидимся